Пишу все слова и словосочетания без пробелов, без запятых, без других дополнительных каких-то знаков. Правильное заполнение бланка – половина успешной сдачи экзамена. Тестовую часть проверяет компьютер. Важно не допустить ни одной помарки. По словам педагогов, школьники начинают готовиться еще с сентября. В течение учебного года они посещают дополнительные занятия и консультируются с репетиторами. Лично я хожу к репетиторам и занимаюсь в школе, дома, самоподготовка, естественно. Но я считаю, что ребенок в первую очередь должен готовиться сам, разбирать сам материал. Ну, я думаю, нужно повторить все, что ты выучил за те годы, которые ты учился в школе. Мне оплачут репетиторов, на которых я хожу, и самостоятельная подготовка, конечно же. В школе нам очень помогают. По словам педагогов, важно уделить внимание и психологической подготовке. Переутомление и излишняя тревожность могут сыграть против выпускника. За неделю до экзамена лучше отложить все электронные устройства, отказаться от соцсетей. Это лишняя информация. Не стоит досконально заучивать книжные тома. Достаточно будет повторить уже изученный материал. Справиться со стрессом хорошо помогают прогулки у моря, занятия на свежем воздухе и здоровый сон. Я детям говорю замечательное упражнение пальминг. Значит, когда в древности говорили о том, что ладони обладают неким магнетическим свойством. Что это значит? Когда у нас что-то болит, мы инстинктивно до сих пор прилагаем ладошку к зубному, допустим, к зубной боли, либо животик у нас заболел, мы ладонью. И я детей также обучаю. Допустим, ладони, они обладают такой вот силой, которая помогает нам внушить именно через зрительный канал. То есть растереть сильно-сильно ладошки, положить их на наши глазки и визуализировать позитивное разрешение ситуации. 28 мая более 70 анапских старшеклассников напишут свой первый экзамен по географии и информатике. По статистике, самым популярным дополнительным предметом было и остается общество знания. Его выбрали 460 школьников. Всего же в этом году единый государственный экзамен напишут более 790 человек.